Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я открываю новую рубрику под названием «Сильные книги». В ней я буду рассказывать о произведениях, оказавших огромное влияние на мировую культуру. Причем главный акцент стану делать не столько на сюжетах, сколько на идеях, заложенных авторами в этих своих произведениях. В этом выпуске мы поговорим о великом романе Джорджа Оруэлла «1984». Я расскажу о самом писателе, которого в СССР считали изменником, и о том, почему он таковым не являлся, о романе и, самое главное, о тоталитаризме, природу которого этот роман исследовал. Опираясь на произведения Оруэлла, мы погрузимся в самую глубь человеческой натуры, выявим те тайные рычаги, при помощи которых диктаторам удается управлять людьми. Приготовьтесь к получасу интересной информации и увлекательных идей. Мы начинаем. Джорджа Оруэлла в нашей публицистике чаще всего называют писателем. Однако по факту, именно вот как литератор, он стал широко известен лишь под конец своей недолгой жизни. Ведь только за пару лет до смерти появились романы, принесшие ему мировую славу. Это «Скотный двор» и «1984». До этого Оруэлл также много и активно издавался, но публика знала его скорее как литературного критика и радиоведущего. Он активно сотрудничал с английскими и американскими газетами и журналами. В частности, очень долго работал кинокритиком в журнале «Трибьюн». Вел авторскую программу на английской радиостанции BBC. Его биография наполнена борьбой и приключениями. Он и служил в Бирме в составе британской полиции, и путешествовал по миру, даже одно время бродяжничал в родной Англии, в Лондоне. Будучи сторонником идей социализма, он не только деятельно выступал в прессе в их поддержку, но и воевал за них. В частности, в 1936 году он сражался на стороне рабочих в Испании, причем был даже ранен в Барселоне. В одном из боев ему прострелили горло. Этому периоду его жизни, кстати, посвящена известная книга памяти Каталонии. Так, постойте, оборвет меня читатель, что же это получается? Вы говорите, что Оруэлл был социалистом, что он воевал на стороне коммунистов в Испании, вел антифашистские передачи. Но подождите, как же так вышло, что его романы запрещали в самой стране советов, вот в светоче коммунизму? А никакого противоречия нет, отвечу я. Оруэлл действительно был социалистом и в качестве идеала своего социального представлял бесклассовое общество. Революцию в СССР изначально он, как и значительная часть западной интеллигенции, воспринял с огромным восторгом. Однако то, как коммунистическое общество строили в СССР при Сталине, его ни капли, ну, совершенно не устраивало. Он писал, «С 1930 года я не видел почти никаких признаков того, что СССР движется к социализму в истинном смысле этого слова. Напротив, по всем предметам он превращался в иерархическое общество». Эту систему Оруэлл яростно критиковал. Его последние книги «Скотный двор», уже упомянутый, «1984» аллегорически описывали жизнь в Советском Союзе. «Скотный двор», где рассказывается о животных, которые в результате успешного такого восстания против людей взяли власть, он изображал политическую жизнь в СССР в современных Оруэлла 30-х годах. Роман «1984», где рисовалось такое суровое тоталитарное общество, тот роман, о котором мы с вами сейчас говорим, он повествовал о будущем советского социализма, каким его видел Оруэлл. Ну и в этих нападках писателя на самом деле не было ничего уникального. Вообще западная левая интеллигенция, пережив первый восторг революции в 30-е годы, как раз в самое время, когда активно жил и творил Оруэлл, она стремительно разочаровывалась в России. «Почему же так происходило?» спросите вы. Ну потому что ожидания от будущего бесклассного общества у людей не совпадали с реальностью. Ну вот что говорил, например, о советской системе Оруэлл, пристанно наблюдавшей за ее созданием и развитием. Вся реальная власть сосредоточена в руках двух или трех миллионов людей. У городского пролетариата отнято даже элементарное право на забастовку. ГПУ повсюду, все живут в постоянном страхе преследования, свобода речи и печати подавлена до такой степени, которую нам трудно вообразить. Террор идет волнами, тем временем невидимого Сталина восхваляют в словах, которые заставили бы покраснеть Нерона. Ну разве это не правда? Вот эти восхваления и неуемные восторги Сталина отмечал не только Оруэлл, другие авторы, тот же самый Леон Фехтвангер, который приезжал в СССР и даже очень симпатизировал СССР и брал интервью у Сталина. Ну вот словом, как-то сбывались худшие предположения западных сторонников социализма. Вместо вольного рая, описанного еще Аристотелем и Мором, Раблеев и Ербахом, в СССР строился некий казарменный коммунизм. Ну вот, кстати, казарменный коммунизм это такой термин, который с легкой руки самого Маркса им увеличали все коммунистические проекты, ставившие углово угла не свободу, а беззаловку, равниловку и принуждение. В качестве примера подобной идеи можно привести план философа Нечаева, русского, который наиболее активно критиковался Марксом. Нечаев предполагал строительство коммунно, где власть будет сосредоточена в руках некого комитета. Там у всех должно было быть одинаковое жилье, ну и при этом коммунаров предполагалось принуждать к обязательному труду. По идее Маркса все было совсем иначе. В обществе вообще не должно существовать по его представлению власти одного человека над другим. Управление людьми при коммунизме заменится коллективным управлением машинами, писал он. Ну а в средоточении всей политической власти в руках кучки людей главный красный идеолог наш видел опасность возникновения тоталитарной диктатуры. Ну, кстати, в этом ему вторил и другой известный философ Герберт Спенсер, который написал даже на этот счет статью «Грядущее рабство». Оруэлл, впрочем, считал, что не казарменный, а вот такой вот нормальный коммунизм, о котором все мечтали, все его хотели и противоположный тому дикому капитализму, который тогда существовал на Западе, вполне реально было построить. В том же, что этого не было сделано, он винил персонально Сталина. До самой смерти писатель вот просто страшно ненавидел вождя всех народов, хотя признавал его роль в победе над фашизмом. Лично я убежден, что отдельная личность не способна поменять каким-то образом течение истории. Проблема куда шире. Советская Россия слишком рано перешла к коммунизму, перешла в ту пору, когда производственных сил еще было недостаточно для реализации главного коммунистического принципа от каждого по способностям и каждому по потребностям. Система не смогла бы удовлетворить потребности всех людей на том историческом этапе. Случился бы кризис, люди ринулись бы в магазины и за считанные минуты разобрали бы там все имеющиеся товары. Следовательно, вопреки желанию Ленина и представлению Маркса, которые мечтали об упразднении государства в коммунистическом обществе, необходимо было сохранить государственную систему распределения благ, оставить вхождение денег, например, и так далее. В итоге получилось странное. Средства производства были национализированы, как того хотел Маркс, но при этом государственная власть, вопреки его же желанию, сохранялась тоже. Общество отобрали возможность распоряжаться собственными благами, а во главе системы, вот это вот созданное, встали вполне конкретные люди. Ну и там пошло-поехало. Тут и великие вожди, которых народ благодарил за то, что они выдавали ему частицу, ну вот им же народом создаваемых благ. А потом и спецраспределители и чрезмерные льготы для отдельных категорий граждан. Если резюмировать кратко, то социализм, вот как я сказал, пришел слишком рано. На этапе, когда производственных сил для воплощения марксистских идей было недостаточно, как я и говорил. Ну, впрочем, все это, дорогие друзья, тема для отдельного ролика, который я также скоро запишу. Что же до Оруэлла, то он просто критиковал течение событий, ту диктатуру, которая, подчиняясь неумолимым социальным законам, создавалась в СССР при его жизни. Он разоблачал не саму идею равенства и братства, которую представлял Маркс, которая, в общем-то, давнишняя древняя мечта человечества, а он критиковал ее воплощение на конкретном историческом этапе. Он писал, что мой роман направлен не против социализма, но против тех извращений, централизованной экономики, которым она подвержена, и которая уже частично реализована в коммунизме и фашизме. Ну, не вина Оруэлла, что консервативная западная нечисть, все эти обитатели кафе Шантанов на Пятой Авеню и Даунинг-Стрит подняли его произведения на свои грязные флаги. И что именно на основе Оруэлловских текстов они принялись доказывать, будто социализм невозможен не просто в конкретный период, а вообще. И что идея того, что человек может быть другому человеку, не волком, а другом, товарищем и братом, противна вообще нашей природе. При этом романы Оруэлла отнюдь не имеют лишь какого-то локального значения в качестве критики определенного политического уклада в определенной стране, в определенный же период времени. Они удачно схватывают человеческую природу и натуру тоталитаризма в целом, тонко описывают его генезис, логику и психологию. И потому Оруэлловская характеристика и сегодня вполне такой действенный инструмент, применимый в том числе и для анализа наших текущих условий. Роман 1984 создавался уже смертельно больным туберкулезным писателем в 1948 году. Наверное, вы заметили эту игру цифр 48 и 84. Она не случайна, не мудрствуя лукаво, Оруэлл попросту переставил цифры в том годе, когда он писал свой роман, да так и назвал свое произведение. И сюжет 1984, как его часто называют, в общем-то незамысловат. В страшном тоталитарном мире, управляемом таинственным большим братом, некий такой клерк Министерства правды Уинстон Смит решает бороться против системы. Ему помогает молодая девушка, 26-летняя Джулия, состоящая в неком молодежном антиполовом союзе. Ну, суть этого союза в сексуальном воздержании. Но девушка становится такой вот любовницей Смита. Смит, ищущий возможности бороться против системы, выходит на О'Брайена, важного чиновника, представителя местной номенклатуры, и делится с ним своими революционными планами. О'Брайен, казалось бы, идет навстречу мужчине. Но вскоре выясняется, что все его мнимые содействия, всего лишь игра, направленная на изобличение мятежников, Смита арестовывают и начинают перевоспитывать, при помощи таких жестоких пыток, стремясь окончательно и бесповоротно подчинить его. Причем цель системы не в том, чтобы добиться формального такого раскаяния провинившегося. Нет, тот должен искренне полюбить большого брата. Одним словом, в романе угадывается такой, ну, довольно типичный мотив из Диккенса и Достоевского. Бунт маленького человека, такого подпольного человека, если цитировать конкретно Достоевского, против всесильной системы. Бунтует Уинстон Смит против политических несвобод и бунтует Джулия против ограничения сексуальной, так сказать, физической, физиологической свободы, такого всеобщего ханжества. Кажется, что бунтует и О'Брайен, но его бунт оказывается ложным. Мир романа 1984 страшен. Человек ни шагу не может ступить вне всевидящего ока государственной машины. Могущественное министерство правды, мира, изобилия и любви выискивает любую крамулу, борется с любым инакомыслием. Обществу искусственно навязана истина оксюмороны. Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила. Несколько государств, Ост-Азия, Евразия и Океания ведут друг с другом перманентную страшную войну с миллионами жертв. Цель этой войны в одном – в консолидации общества вокруг политического руководства. Роман наполнен множеством интересных деталей. Тут и новоясно, которым общаются герои, этот язык исключает вообще все запрещенные партии понятия, и двоемыслие, при котором человек вынужден искренне верить в самоисключающие вещи, о которых я уже сказал. Например, то, что война – это мир. Но сегодня нас интересует в первую очередь то, как Оруэлл изображает природу власти. Ну, каковы же цели, надо задуматься, высших руководителей государства и самого этого большого брата? К чему они стремятся, обладая огромной властью, получив доступ ко всем благам мира? Они желают роскошной и сытной жизни для себя и своего окружения, думаете вы? Вряд ли. Вот приведу в доказательство своих слов такой пример. В одной из сцен высший чиновник Убрайан угощает пришедших к нему Джулию и Смита вином. Для заговорщиков вкус виноградного напитка просто удивительный, они никогда не пробовали ничего подобного. Но вот, знаете, друзья, я часто задумываюсь о том, что это было вообще за вино. И готов присягнуть, что этих ребят, наших героев, почивали редкой бурдой того рода, что сегодня продается в пакетах по самой низкой цене. Да и у руководителей партии никакого другого вина для себя особого не было. Ведь подумайте, вино – напиток тонкий, лучшая вина – это произведение столетней культуры, взращенной на субстрате ожесточенной конкуренции. В мире у руеловского романа такой конкуренции нет, следовательно, и винных сортов немного. И это относится к любым другим предметам роскоши – автомобилям, мебели, одежде. Так что высшие бонзы этого мира ходили не в тончайшем шелке и не в элегантных изделиях миланской моды, в которых щеголяет западная буржуазия. А булыжного цвета пальто, вроде тех, что продавались в советских универмагах эпохи застоя. Ездили они не в автомобилях, салоны которых инкрустированы красным деревом с рояльным лаком, а в обычных громыхающих телегах, задача которых утилитарно – доставить тело конкретного руководителя из точки А в точку Б. Но если власть удерживается не для того, чтобы ласкать себя изысканными яствами, наслаждаться красивыми телами и нежиться в роскоши, то для чего? На это в романе отвечает главный антагонист – О'Брайан. «Нас не занимает чужое благо, – говорит он, – нас занимает только власть. Ни богатство, ни роскошь, ни долгая жизнь, ни счастье, только власть, чистая власть. Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека». Таким образом, Оруэлл в своем романе делает главное открытие. Жажда власти – это страшная всепоглощающая одержимость, отвергающая все другие человеческие потребности. Она не что иное, как болезнь, точно такая же, как алкоголизм или наркомания. И чем дольше всматриваешься и в мир романа, и главное, в окружающую действительность, тем больше сходства обнаруживаешь между стремлением править, кем-то командовать, руководить, наслаждаться этой властью и другими зависимостями. Подобно алкоголизму, если сравнить с алкоголизмом, жажда власти также затягивает вас постепенно. Как человек, который пьет по бутылке водки каждый день, превращается рано или поздно в алкоголика, так и властители, сыпаемые похвалами, постепенно становятся зависимы от них. Сходства существуют даже с физиологической такой точки зрения. Давно известно, что алкоголь и различные запрещенные вещества обеспечивают приливы гормона счастья – серотонина. А недавно доказано, что его уровень повышает и нахождение в определенном социальном статусе, и общественное одобрение с этим статусом связанное. Как и алкоголь, власть требует постоянного увеличения дозы. Ну, тут не буду открывать Америку, достаточно посмотреть на путь любого диктатора, хоть современного, хоть из прошлого. Если в начале этого пути он обычно довольствуется простыми похвалами, то через несколько лет похвал становится мало ему. Он желает уже какой-то беспредельной, доходящей до экстазы любви, такой высшей преданности, которая граничит с самоотречением. Разница между алкоголиками и тиранами лишь в одном. Если первое – общественно осуждаемые, мы их ругаем, то, во-вторых, те же самые люди, которые осуждают алкоголиков, носят на руках. Ну почему? Почему диктаторов так охотно чествуют? Почему сотни тысяч и миллионы готовы добровольно отдавать за них жизни? Вот тут, друзья, задействуется комплексный социальный механизм, в основе которого, впрочем, довольно простой принцип – создание среды. Любая зависимость, если она не может быть реализована силами одного человека, самого этого человека, который от нее страдает, она создает себе всегда питательную социальную среду. Например, алкоголик, которому постоянно нужны деньги на выпивку, он стремится посеять дома некий страх, чтобы доставать эти деньги, которые ему необходимы, беспрепятственно. Например, он бьет жену или детей. По такому же принципу формирования среды действует, собственно, и диктатор. Например, вы скажете, ну вот лучший способ сделать так, чтобы тебя все вокруг любили – это обогатить общество, колоссально повысить уровень жизни его. Но не тут-то было. Лучше и эффективнее работает другая схема, которую лично я называю удержанием над пропастью. Диктатор, больной жаждой власти, стремится держать свой народ на грани нужды, обеспечивая его лишь самым необходимым, достаточно для реализации только основных, базовых потребностей. Люди, зависящие от больного властолюбца, постоянно висят над голодной пропастью. И рано или поздно начинают заглядывать этому своему лидеру в рот, обожеслять его. Ведь завися от сильного, несгибаемого вождя, ты в большей степени ощущаешь собственную защищенность. А ведь именно к безопасности, к защищенности стремится большинство людей. Социологи и психологи, например, Мамфорд, Картер и Хартли, один первый Мамфорд – это английский, а Картер и Хартли – американский, они называют этот процесс формированием культа сверхотца. Собственно, сам этот процесс, он древний как цивилизация. Еще в античном Риме, древнем Египте императоров и фараонов объявляли богами при помощи абсолютно такого же механизма удержания над пропастью. Особенно становлению диктатора всегда помогает приход к власти после каких-то плохих, ужасных событий. Например, крепче всего держатся власти те африканские вожди, что возглавили свои государства после разорительных гражданских войн, длительных голодов или еще каких-нибудь социальных катаклизмов. Слабые общества начинают связывать с ними хорошие времена, вот нынешние, и свою, постоянно висящую на волоске стабильность. Они боятся, что в случае ухода конкретного лидера сильной рукой, так называемой, все снова станет плохо. Как говорится, есть Мугабы, есть Зимбабве. Нет Мугабы – нет Зимбабве. Во всех странах, именно среди самой небогатой части населения, наиболее зависимой от государственного финансирования, пенсионеров, бюджетников, инвалидов, наиболее высокие рейтинги власти. Существование культа сверхотца, своего рода бога, и приводит к тому, что в голодных государствах отношению к лидеру такому носит характер почитания. Например, вспомним, как над Байденом, Макроном и Меркель в открытую шутили, шутят в эфирах западных телешоу, их стран. Над любым людоедским вождем из Африки просто так ты не прикольнешься, и не потому, что обязательно вас посадят там, типа, и что-то в этом роде. Скорее всего, и без указки сверху просто на улице и забьют. Ведь ты не просто какого-то чиновника высмеиваешь, администратора, ты нашего отца, бога, воплощающего все лучшие качества, понимаешь ли, на смех поднимаешь. Вместе с тем, диктатура обладает страшным деструктивным зарядом. Она удерживает общество от развития. Механизм социальной эволюции довольно просто, легко описывается вторым законом диалектики, то есть, ну, законом перехода количества в качество. Проще говоря, если общество скапливает достаточно благ и знаний, то она шагает на следующую ступень эволюции. В динамике этот процесс можно описать при помощи пирамиды потребностей Маслова известной, которую будут экстраполировать, если ее на все общество. Люди становятся богаче, и не скованные заботой о физическом своем выживании постепенно поднимаются на высшую эволюционную ступень, стремятся к самоактуализации. Таким образом, общество порождает Джобсов, Гейтсов, Ньютонов, Ломоносовых и так далее. Причем, чем социум богаче, тем больше выдающихся деятелей, и тем больше, соответственно, социальных и научных открытий. Но, друзья, какое может быть развитие, если диктатор, больной жаждой власти ради своих потребностей, искусственно ограничивает получение материальных благ народам, заставляет его заботиться не о развитии, а о выживании. Это роднит, в общем-то, диктатуру с раковой опухолью. С ней не выиграешь олимпийскую медаль, да вообще быстро не побегаешь, можно лишь кое-как существовать. Но если рак хотя бы осознается человеком как болезнь, то своей психологической зависимостью от диктатора, болезнь нисколько не меньше, человек часто гордится. О самом лучшем таком лидере рассказывают легенды и сказки, убеждают друг друга, что весь мир мечтает об именно таком руководителе, как вот наше солнышко. Роман Оруэлла привел к пересмотру в мире концепции лидерства. Люди стали понимать, что чрезмерная власть развращает своего носителя, и принялись эту власть ограничивать. Через какое-то время после его публикации ушли в прошлое диктаторские режимы Франко и Салазара. На их место явились демократические лидеры. Диктатуры по всей Европе стали исчезать. Полномочия правителей и сроки правления планомерно ограничивались, а решения власти старались уже принимать коллегиально. Но это распространяется, конечно, не на всех. В странах с обезьяньим устройством, которые управляются архаичными культами сверхотца, смеются над европейскими лидерами-слабаками. Тема, мол, меняется каждый год. Не то, что наш великий вождь Мугаба или какой-нибудь Ким Чан Ин. Европейцы, мол, слабаки и рохли, а вот он, наш могучий, мощный повелитель, это настоящий бог, это герой. И при этом, конечно, люди забывают, что мощь этого бога и героя со всей энергией обрушивается в первую очередь именно на их глупые головы если они как-то решат бороться за собственные права. В целом, если говорить об эволюционной тенденции, то общество идет к устранению лидерства вообще. Потому что решения о строительстве нового жилья, выпуски одежды и так далее, любые решения, будут принимать не некие чиновники, а компьютеры на основе алгоритмов, отражающих потребности общества в текущий момент. Настанет день и реализуется мечта Маркса. Планета будет управляться машинами, человек же будет творцом, художником, дизайнером, ученым. Но сейчас до этого еще далеко. В неразвитых странах стереотип о лидере отце только начинает ломаться, и процесс этот болезненен. Он чреват кровью и слезами революции и войн. Когда-нибудь вся планета, на самом деле, откажется от диктатуры, окончательно осознает их порочность и посмеется над когда-то бывшей собственной наивностью. Но сколько еще будет сломано копий, сколько сердец перегорит в огне ложной преданности, сколько будет насилие и жестокости. Жестокости во благо попросту больных, зависимых от наркотика власти людей. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Это все, что я сегодня хотел сказать. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Будет еще очень много интересного.